Для того, чтобы чего-то достичь, в первую очередь надо хорошо трудиться, сказал Ержан Жумабеков участникам встречи 19 января в библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Куаныш Жумабеков тоже считает, что успеха в любом деле можно добиться только ежедневным трудом и учёбой. Встреча учащихся школ, студенческой молодёжи, интеллигенции города-современниками, вошедшими в список гордотей нашей страны в 100 многих лиц Казахстана, состоялась в рамках проекта «Рухани Жангару». Куаныш и Ержан Жумабековы – талантливые и увлечённые знаниями молодые наши соотечественники, земляки родом из Семипалатинской области. Ержан Жумабеков. Его стихи вошли в сборнику «Сервер Кент». Он призер айтысов «Казахстан чемпионаты», «Аламан», проведённых в прямом эфире НТК «Казахстан» в 2006-2007-2008 годах. В 2012 году при поддержке Министерства культуры и информации вышел в светсборник стихообщих связок Шухласа. Его стихи вошли в антологию «Жир Маржаны», изданную в 2015 году издательства «Америки». В 2015 году стал обладателем государственной молодёжной премии «Сервер». В 2017 году в рамках программной статьи главы государства «Курс в будущее. Духовные обновления» и поддержки организации «Мединия Тенбурч-Фаре» в Турции. В Стамбуле в издательстве «Езги» была выпущена его книга «Сонсузлык Сулесы» на турецком языке. Куаныш Жумабеков в 2015 году издательством «Безимбюро» Анкара в Турции. В этой книге была разработана методология обучения английского языка, не опираясь на переводы на другие языки. Также в качестве вспомогательного материала используются казахские народные сказки. В 2017 году перевёл книгу лавриата государственной молодёжной премии «Сервер» Вержана Жумабека «Шексездык Шогласа» «Сияние бесконечности». Эта книга была издана при поддержке организации «Мединия Тенбурч-Фаре» Турецкой Республики издательством «Езги» в городе Стамбул. Его самый главный вклад в переводческое дело казахской литературы – книга известного поэта-писателя «Кульхирым Нелемес Шарагмай» «Светоч мой». Я с детства любил слушать народные сказки, казахские песни. Очень много читал книг на казахском языке. Я считаю, что если чего-то очень сильно захочешь выучить, то этого достаточно. 20 произведений Ауэзова я выучил наизусть, когда принимал участие в соревнованиях среди студентов и школьников и получил гран-при за участие. «Нам еще много надо работать, работать и работать». «В общем, работать надо, каждый день работать». «Да, от этого зависит, потому что путь к мечте далеко, может близко, некоторые ползают, некоторые просто ходят, некоторые побежат». «По-разному, по цели надо. Ставить цели. А вот сегодня к вам на встречу пришли там молодые люди, да? Вот что бы вы им пожелали, что надо делать сейчас? Именно сейчас, пока молодость?» «Кадежин сказал, надо много учиться и любить свою страну. Во благо страны и во благо языка. И мы должны всегда двигаться вперед. Потому что, как наш президент сказал, все возможности в Казахстане есть. Книги есть, электронные книги есть. Ну, развивается, конечно. Английский язык тоже развивается. Напрямую можно идти с английского языка, можно изучать технологии. Ну, возможно, есть и мы должны использовать. «Некоторые говорят, время и возможности не совпадают. Я бы хотел сказать им, просто время надо и трудиться, и трудиться». «По-разному, по-разному, по-разному». «По-разному, по-разному, 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 по-разному